Только что приехали. Вот такие жирненькие. Велико-тырного. А, Жаркин? Всем привет, с вами Юлия Ульянова. Мы с вами отправляемся в небольшое путешествие по Болгарии. Не успела я приехать в Велико-тырного, как у меня появился новый покемон. Только что приехали в Велико-тырного. Изварная дорога заняла два с половиной часа. Дорога такая, ну, она немножко скучная, не совсем долгая. Она такая слегка утомительная, уже захотелось выйти, что-нибудь поделать. Вообще город по первым впечатлениям понравился, очень приятный. И есть на что посмотреть, уже хочется погулять. Отель по отзывам Букинга 8,9. То есть девятка у него. Но он такой вот, честно говоря, немножко местечковый. И когда вошли, был как-то так странно. Но здесь реально прикольный вид на вот ту стену. Сам номер, на удивление, тоже адекватный. Достаточно большой. И давайте заглянем с вами в туалетную комнату. Тоже важная вещь. Ничего, так душ, такая ванночка. Обычно в Болгарии там большая проблема, что нет ванных комнат. И вместо ванной комнаты, что же я с вами в очках-то разговариваю. Вместо ванной комнаты такая просто комната. И в центре с потолка свисает душ. Велико-тырного одно из, как говорят, лучших, популярных, таких интересных мест Болгарии. Если не говорить о курортах. Потому что здесь не морское место. При этом нельзя сказать, что здесь уж очень много народу. Все-таки в основном в Болгарию люди едут купаться, загорать. И где-то побыть там на золотых песках. И может быть там в варну немножко посмотреть. До сюда нужно ехать два с половиной часа. Это вид из номера, который прямо ровно над нашим. Вид, конечно, поинтереснее. Повыше чуть-чуть. Иван Асан. Мы ищем ресторан, который должен быть супер-мега-крутой. Иван Асан. Что-то такое. Вот он. Иван Асан. Ресторан, который все хвалят. Мы сейчас туда пойдем. Шопский салатик. Первый раз вижу, чтобы шопский был вот в такой вот тарелочке. И мой греческий салатик выглядит не так, конечно, красиво, как вот этот вот. Пропустила тот волшебный момент, когда это принесли. То есть, естественно, было всего побольше. Вот это одно блюдо. И здесь полкило мяса с грибами. Разные виды мяса. И было еще две картошечки. Да, наверное, еще полкило и осталось. Последнее блюдо этой обильной вечеринки. Вот такое там красивое. Курица. Здесь сверху бекон. Зачем-то. Немножко сыра. И картошечка. Прикольно, что мы поели. Еда была очень-очень обильная. Это местная балканская еда. Поэтому, если хочется какой-то европейской еды, это, наверное, мимо того заведения. А вот такая обильная, большая. Достаточно вкусная. Но еда такая вот обильная. Сейчас очень хочется поехать в место, которое называется... Я уже забыла, как оно называется. Какой-то магазин Pumpol. Здесь очень круто, очень креативно. И я хотела купить себе чашки под кофе. Но они все очень большие. Я еще раздумываю, буду ли я покупать большую чашку. На фотографии, когда смотришь Великотырного, там немножко не вот это вот место, а соседнее в трех километрах отсюда. И вот туда мы и хотим поехать. В общем, рядом с отелем у нас заперла машина, поэтому мы сейчас не можем поехать, куда мы хотим. Вот, и поэтому мы решили погулять по городу и посмотреть, что здесь есть. Здесь очень много каких-то мастерских, где что-то делают руками. Керамика. Площадь. Здесь какие-то красивые штуки есть. Пойдем показателю центов. Вот есть кофейные чашки, но они какие-то без души сделанные. Без души. У них свой стайл стрит-арта. Слой червяка с текилы. Видите коней? Всадники апокалипсиса. Нет? Не видите? Вообще никто не видит. Мои воображаемые друзья. Так, пока ничего особенного такого интересного, но здесь можно пропустить. Но если приглядеться, мы увидим, что здесь часы. Какая неожиданность такая на доме небольшая. А, вот здесь, кстати, интересная стена. При таком солнце я сомневаюсь, что вы все рассмотрите. Но выглядит прикольно. Мне очень понравились вот эти вот вещи. Я не знаю, как это правильно назвать. Это не мозаика. Хотя, может быть, в какой-то мере это мозаика. Это просто вот каменная что? Каменная картина? Может быть, типа скульптура? Честно, не знаю. Если кто-то знает, как это правильно назвать, напишите мне в комментариях. Вообще, выглядит здорово. И больше нигде я таких вещей не видела. То есть, эта вещь, ну, уникальная, мне кажется, именно для этого города. В плане вот того, что именно в этом стиле, не видела ничего такого. Очень похоже на мозаики советских времен, которые есть в большом количестве, мне кажется, практически в любом таком постсоветском городе. Вот такая вот хоп-хоп штучка и ведет сразу на балкон. Так, из дома вышел, оп, прошел, и ты уже здесь. А с этой стороны еще одна картиночка. Ну, здорово сделано. Именно и стиль соблюден определенный, и красиво, и причем еще несет такой заряд какой-то силы, мощи, что ли. Потому что и размер достаточно большой, и линии, они и мягкие, но и жесткие в то же время есть углы. В общем, в целом, очень такое какое-то приятное впечатление. И плюс действительно похоже на мозаики, которые я в детстве видела очень много, и они мне все время очень нравились. Кабинет дантиста оказался. Нормально, прямо. Стефан Стамбулов. Я видела улицу его, но никогда не видела. И в первую секунду, в первую секунду, на самом деле, я подумала, что это Ленин. Очень красивые керамические всякие штуки. Просто нереальной красоты. Мне нужна чашечка, но я пока не знаю, наверное, я не готова. Кстати, мы можем оценить, стоит ли дальше идти. Мне кажется, что уже, наверное, нет. Такой у меня чашечки, как будто мятые стаканчики. Такие пластиковые. Пластиковые мятые стаканчики. Это еще керамика. Маводская чаша, это какой-то архитектурный, это графический центр. Здесь много магазинчиков. На самом деле, очень много магазинчиков. Очень много керамики. Удержаться от того, чтобы купить себе чашечку. Особенно, когда тебе была нужна чашечка. Это просто невозможно. Блин, а вот еще более роскошная. А вот эти, посмотрите. Короче, вот под кофе еще такую маленькую, именно веселую. Я бы взяла. Веселую такую. Эта котка такая же, как варния. Ой. И это лестница наверх. И это нас уведет куда-то. Вообще, конечно, местечково. Лестница и новые кошки там впереди. Но все выглядят очень сытыми, на самом деле. Не как варния. Я сейчас жую эти ягоды. Мне сказали, что их можно есть. Это как называется? Магония? Магония. Магония. Вот так вот. Серый американский растерян. Так листья, они вечно зеленые. Вот такие жирненькие. И еще окошко. Вообще приятненько. О, кстати, улица Шибко. В каждом городе есть улица Шибко. Такое захватывающее ощущение высоты. Я не думаю, что мы сильно высоко поднялись, но очень далеко видно обзор такой. Поэтому уже захватывает дух. Это улица Восстанческая. Какая хорошенькая улица. Мне нравится вот такое вот. Как будто бы это кирпичики. Причем непонятно, это какие действительно кирпичики или сверху облицовка. Мы даже вот от той кошки свернули наверх. Я даже вижу, откуда. Вот от той вот кошечки мы свернули наверх. И вот здесь, получается, мы вернулись немножко, чтобы пройти эту улицу. Здание заброшено. Оно с красивыми колоннами. Много посуды, керамики, кожу какую-то делают. Фелико Тырново. Если мы не знаем, где мы находимся, то мы вот здесь вот. Образцово народное читалище Надежда. Это библиотека. Она, похоже, даже еще, наверное, работает, хотя выглядит не очень. Еще немножечко арта местного. Билеты портаются до шести, работает до семи. И это царевица. Так, сюда мы уже опоздали. Но насчет завтра по настроению, я думаю, по расписанию попробуем. Может быть, сходим сюда. Может быть, посмотрим завтра, если успеем. Но у нас завтра тоже большая программа. Хотелось посетить минимум четыре места. Мы приехали в Арбанасе. Это три километра от Великотырного. Всего три километра, но пешком даже вообще не рассчитываете. Есть вероятность, что тут много чего уже закрыто, но хотя бы что-то удастся посмотреть. Улица Отец Зотик. Да, здесь прям так прикольно. Я даже думаю, может быть, стоило здесь отель взять, а не там. Так, волшебная здесь детская площадка. Церковь Святого Дмитрия. Церковь вообще как-то не очень тут красивая. Народу вообще никого нету. Здесь вообще люди бывают. Здесь написано, что дом был построен в 1694 году. Это очень-очень старый дом. Уже идем обратно. Такой закатик. Где кого? Я в который раз забыла, как это место называется. Арбанасе. Моё мнение об Арбанасе изменилось уже раз в четыре. От того, что нужно было вообще не останавливаться в Тырного, а останавливаться здесь. И что здесь так круто, и как вообще, какой воздух великолепный. И какие были фотографии в Инстаграм. В общем, я могу сказать, что для того, чтобы выложить фотографии в Инстаграм, люди ищут где-то уголок такой красивый, с домиком каким-то. И это выглядит вау, круто. Но между вот этими уголками красивыми расстояние очень большое. Поэтому ощущения какого-то очарования, его как бы нету. Тут видно Велико Тырного. Мы сейчас немножко посидим, поедем вниз. Я не знаю, как это сформулировать. Да как в авто мультике этот про пса-пирата. Пойду полежу в кустах по этому поводу. Пока могу сказать то, что было жарко, и косметика потекла где-то наполовину, я бы сказала. Но все-таки держится достойно. Это здесь тональный губ и Эрбориан. Это BBC крем. И вот губ, супергуб, я заказала в полном размере. Потому что поняла, что он реально крутой. Вечер, сегодня полнолуние. Я только что заметила, что это улица Николы Пикола. Это улица маленького Николая. Я уже не знаю, в который раз я поняла свое мнение относительно этого места. Мне кажется, что здесь очень прикольный вечер, но никого нет. И в общем, теперь мне кажется, что правильно, что мы остановились здесь. Ищем какую-то механу, где еда. Вот что здесь нужно спускаться сначала. Я не знаю, у меня ощущение, что это развод какой-то. Леш, иди проверь, есть ли там ресторан. Квест продолжается. Там по лестнице не оказалось никакого ресторана. Потому что я получала московский. Московский речь понимает акцент, а другой русский не понимает. Церковь святой Елены и Константина. И здесь прекрасная такая прикольненькая таверна. Местная таверна. Она простая, без притязаний. Здесь красивые чашечки местные. Вот, кстати, обрати внимание, вот они местные чашки. Вот как делают местные чашки. Девочка, я устала. Практически день закончился. В таверне, где мы были в последний раз, было нереально вкусно. Очень здорово. Мы долго искали ресторан, потом сели в какое-то кафе. Там нам тоже не понравилось. Мы пошли в итоге в таверну. Там было очень здорово. Вообще прям супер. Вот, поэтому сегодня я думаю, что это все. Завтра есть кое-какие планы, пока еще не решила. Сегодня как-то так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok